всем привет с вами снова я владимир казарчук вы находитесь на канале old dutchman тематика моего канала разносторонняя а не только восточные едоборства самооборона здоровье приколы с животными в частности моя собака йоркшевский терьер по кличке собака обожака также поездки различные рецепты приготовления быстрых блюд скоростных закусок скажем так и вообще кругозор все что окружает нас с вами так вот сегодня я хотел с вами поговорить о такой маленькой теме вызывающий споры среди нормальных пользователей как изобретение велосипеда в восточных единоборствах вместо того чтобы заниматься традиционными направлениями развиваться в этих традиционных направлениях привносить какие-то новые техники взятые из других более эффективных и лучших стилей некоторые люди придумывают что-то свое на на основе чего человек прочел какую-то книгу посмотрел какой-то видеофильм у него стукнуло это в голову елки-палки так как классно блин может быть заняться позанимался пару раз перед зеркалом посмотрел подумал слушай а у меня почти получается такой вот блок как у того человека в кино или как у этого человека на видеокассете или примерно так как тут написано в этой книге кажется да вот только пару листиков назад и человек начинает создавать свой стиль да действительно это это вызывает интерес в плане способности вот этого человека в плане таланта этого человека к написанию какой-то книги то есть когда ты ничего не умеешь но думаешь что развивая философскую тему в какой-то области и чего-то этим добьешься ты начинаешь писать книгу для таких людей есть хорошее поприще газеты журналы почему бы им не устроиться туда пускай фрилансерами или свободными журналистами как а внештатными журналистами и не писать материалы в эти газеты в эти журналы чтобы получать реальные деньги нет эти люди пытаются написать какие-то книги с какими-то мудреными названиями и пытаться продавать как труд как трактат допустим трактат по буддизму да продавать вот эти вот трактаты свои тем кто абсолютно не сведущий ни в восточных единоборствах не просто в самоброне ни в чем не в спорте допустим книга адаптивная физическая культура и наша повседневная жизнь я честно сказать немножечко задаюсь вопросом а как понять адаптивная физическая культура то есть человек берет допустим вот это вот упражнение рывок руками перед грудью с разведением рук в стороны и адаптирует его под себя а как можно адаптировать вот это вот упражнение то есть он изменяет это упражнение к примеру вот так разворачивая руки потом выводя ладонями наверх и он придумывает это упражнение уже по-своему то есть называет его уже не левки руками допустим грибки какого-то там не знаю пловца или грибца каноэ объясните мне что такое адаптивная физическая культура и наша повседневная жизнь то есть даже получается если мы по улице идем то мы занимаемся адаптивной физкультурой в виде обычной как вот сейчас принято среди некоторых недоучек недоразвитых говорить шагистикой шагистика почему не просто сказать ходьба занимаясь спортивной ходьбой нет чтобы привлечь внимание к себе люди говорят шагистика запомните это слово оно мудреное и за это слово сегодня конечно в школе никто у вас по голове указкой не стукнет но в то время когда учился я в школе если бы я например на уроке русского языка написал в тетради или произнес бы это слово вслух шагистика то как минимум я получил бы двойку по уроку по теме русского языка вообще если не единицу потому что ну ну такое слово идиотское вообще придумать это кем надо быть чтобы такое придумать ну респект тебе новый социолог блин или к примеру человек который никогда не занимался восточными единоборствами вот допустим вот возьмем вот эту вот тему да раз уж мы вот по спорту и канал у меня такой вот более менее приближенный к спортивной тематике человек который никогда не занимался восточными единоборствами совсем не имеет ни малейшего понятия в том что стиль лошади или стиль собаки или стиль там комара или еще чего то это всего на все коммерческий проект китайских вот этих вот кинематографистов китайской академии кинематографистов которая создавая такой вот дикообразный стиль рекламируя его в серии своих китайских исторических боевиков смотрит на то как эти фильмы пойдут если фильмы внимание ребята если фильмы пошли на ура создаются школы создаются клубы создаются федерация стиля буйвола или стиля лошади и люди начинают этим заниматься не в Китае в Европе в Америке особенно в Америке вообще там народ дебильный который кидается на всю обертку цветную и тут же принимает это за чистую монету если же эти фильмы допустим со стилем буйвола или со стилем лошади не идут никак то и сам этот стиль загибается но люди на бывшем советском постпространстве увидев такие фильмы начинают думать что это действительно стиль который имеет место быть и его нужно развивать и вот на основе таких вот фильмов просмотров китайских боевиков они придумывают какую-то свою лабуду выдавая ее за какие-то супер пуперские патриархальные стили и пытаясь искать лохов которые будут у них покупать эти стили и также они пишут книги об этих стилях это вот что больше всего поражает люди не сведущие люди не знающие не понимающие ничего в восточных и ненаборствах создают какие-то свои идиотские стили просто диву даешься от того разнообразия вот этих вот стилей комаров и так далее стиль мухи стиль слона которые просто сегодня изобилуют вокруг тебя и ты не знаешь куда кинуться но даже эти люди когда они создают что-то свое они не понимают самой сути ушу не кунг-фу кунг-фу это там мастерство и так далее различные вот эти вот стили стиль богомола стиль обезьяны стиль тигра аиста там журавля для чего создавались эти стили изначально эти стили создавались для того чтобы человек следуя примерным движением допустим в стиле журавля следуя примерным движением вот этого стиля мог достичь равновесия баланса с природой вот вам пожалуйста основная суть всех стилей ушу оздоровительная гимнастика ушу это совершенно другое к этому мы как-нибудь подойдем сегодня мы этим касаться не будем еще раз повторяю суть всех стилей ушу сблизить человека с природой и найти баланс войти в гармонию найти баланс между человеком и окружающей его природой вся суть стилей ушу вот вам весь секрет больше тут ничего такого сложного нет вернее одним стилем ты не сможешь победить противника на улице а уж тем более каким-то идиотским стилем придуманным по пьяни за бутылкой водки с парочкой своих дружков которые тоже решили приложиться рядышком с тобой к этому делу дабы немножечко если пойдет дело хапнуть копеечки себе в карман тоже не камильфо ладненько всем удачи пока